МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком». Здравствуйте. На этой неделе мы начали работать для вас в студии. И вот о чем расскажем сегодня. В крае уже 37 инфицированных. Где можно сделать платный тест на коронавирус? Новая напасть. У героини нашего сюжета неизвестные живодеры отравили собаку. Время на самоизоляции с пользой для себя и других. Жительница Барнаула дома изготавливает защитные щиты против вируса. Список расширяется. В Алтайском крае подтвержден новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевший житель Барнаула. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Теперь общее число заразившихся 37 человек. Известно, что 6 случаев завозных, в том числе 2 из-за рубежа. 24 инфицированных выявлены по контакту с заболевшими. Все остальные при обследовании. 29 пациентов живут в Барнауле. По 2 инфицированных в Паловском и Первомайском районах. По одному в Заринске, Рубцовске, Бийске и Крутихинском районе. На сегодняшний день выписаны из больницы 3 человека. К главной теме последних недель мы еще вернемся. А пока к другой в Боровихе Первомайского района вновь нечем дышать. С наступлением весны, когда в домах становится жарко, люди не могут открыть форточки. Воздух отравлен зловониями от местного костного завода, с которым люди борются уже 7 лет. Самоизоляция, сидите дома. Мы сидим дома, но мы не имеем возможности открыть форточку. Почти заключенные. И на улицу не выйти, и дома не продохнуть. Полной грудью жители Боровихи дышат в редкие выходные местного костного завода. Тот источает ошнотворные ароматы в то самое время, когда людям нужен свежий воздух. А вот с полседьмого, сейчас у них самое, это начнется полседьмого, и это весь вечер, это вся ночь. Мы там сдали много-много анализов на разные аллергены, на кошек, на собак, на цветение. То есть ничего у нас не выявлено. Мы месяц пролечились, ничего у нас, результатов нет. Беспричинная аллергию у одних, у других обострение астмы и других хронических заболеваний. Жители уверены, этот букет с 2013-го им дарит завод, так как, судя по видео, о здоровом производстве там не особо-то и заботятся. Это кадры 2018 года. Опарыши под ногами, трупные мухи, раскрытые баки, лежащие на солнце туши. Отдельное омбре от переваривания костей и выделения из них жира. В прошлом году жители обратились в суд, где им отказали. Нет объективных доказательств. Из-за юридического формализма, что запах запахом, ну терпите, а пока не доказано, что при этом какие-то загрязняющие вещества выделяются. Ну терпите. А представители завода из сюжета в сюжет заявляют, что тратительного запаха скоро не будет. В 2018-м обещали фильтровать воздух. Сейчас выяснилось, что все сложнее. Там не только дело в фильтрах. Там еще и шлюзовую систему надо доделать. И обработку раствором. Это все сейчас докупится дополнительно оборудование. И все станет на свои места. Не все так просто. Думаю, до осени все доделаем. А еще людей волнует, что отравляет завод не только воздух, но и почву. В ближайший лес, говорят они, вновь сливают жир, очень похожий на отходы костного завода. Видите, вот старый жир. Вот он, свежий. Вот он. При этом застывшая жижа уже прорвала поля фильтрации и заполняет лес. Вот как минимум 100 метров в длину все заполнено жиром. А куда вы тогда одеваете всю эту жижу? Ну застывший жир этот. Вот понимаете, это уже похоже на допрос у полиции. Как людям бороться за чистый воздух? Этот вопрос мы задали Министерству природоохраны и Роспотребнадзору. Ждем ответа. Ведь дышать полной грудью людям хотелось бы всегда. Но в период самоизоляции это почти вопрос жизни и смерти. Констасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Печальная история случилась с жительницей Барнаула. На героиню одного из наших сюжетов обрушилось очередное горе. Прежде мы рассказывали, что на Марину Гребневу оказывают давление застройщик. Хочет забрать землю. Ну а теперь неизвестные отравили ее собаку. Псу по кличке Рыжик 10 лет. Для собаки солидный возраст. Хозяйка Марина Павловна давно называет питомца маленький старичок и удивляется, как он выжил после такого отравления. Несколько дней назад она обнаружила Рыжика в предсмертном состоянии. Сторожевой пес лежал около будки обмякший и ни на что не реагировал. Пока я лечебницу унесла, он даже глаз не открывал, то есть он не моргал просто. Вот он так вот смотрел и все. Я его принесла, мне позвонила коллега Елена Геннадьевна. И она мне сказала, что купить в аптеке. Я купила полисорб, я купила шприцы. Она мне посоветовала купить раствор рингера, по-моему, значит, вот. И купить гиптраум, потому что отравление очень сильное. Капельницы, адсорбенты, тепло, профессиональная помощь. Так возрастного питомца удалось спасти. Рыжику постепенно становится все лучше. То, что собака была отравлена, подтвердили ветеринары. Это уже второе несчастье для Марины Павловны. Совсем недавно мы снимали сюжет о том, что на нее оказывается давление застройщиком, который буквально за забором возводит многоэтажный дом. Ей, доктору наук и преподавателю университета угрожают сделать жизнь некомфортной всеми законными способами, лишь бы она позволила забрать землю. Я очень рад, что здесь собрались. Да, и я тоже очень рада. И камера, и все. Планирую оказывать давление законными методами, то есть заселить сюда рабочих. Кто мне может препятствовать? Ну, кто мне может препятствовать заселить сюда рабочих? И жизнь данной женщины станет менее комфортной. После предыдущего сюжета Марине Павловне захотели помочь ее бывшие студенты. Теперь подключился и университетский профсоюз. Профсоюзная организация, она по мере сил и возможности старается своим членам помогать. И вот когда мы узнали об этой проблеме, мы на президиуме ее обсудили. Ну, и какая здесь может быть помощь? Самая первая и, наверное, самое основное. Мы можем оказать помощь юридическую на безвозмездной основе. У нас есть такие специалисты. Если эта помощь, конечно, потребуется в дальнейшем. Ну, а также мы можем оказывать поддержку чисто по-человечески, потому что я с Мариной Павловной беседую уже несколько раз. Марина Павловна стоит на своем. Землю и свою долю в доме, по ее словам, не планируют отдавать ни за какие деньги. Телеканал «Толк», в свою очередь, продолжит следить за развитием этой истории. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком. Возвращаемся к теме, которая занимает сейчас почти все мысли и чувства людей – пандемией, коронавирусом. Действительно ли жители Алтайского края уже давно переболели этой инфекцией? И где можно сделать платный тест? Эти и другие вопросы накануне обсудили в ходе онлайн-конференции с участием министра здравоохранения Дмитрия Попова и заместителя начальника регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой. У большинства заболевших коронавирусом, а их на сегодняшний день 34 человека, болезнь протекает в легкой форме, отметил глава Минздрава. Тем не менее, один пациент все еще в тяжелом состоянии, у пяти – состояние средней тяжести. Взрослых речет в 5-й гурмальминце, детей в 11-й. Дмитрий Попов также пояснил, что медработники, которые оказывают помощь инфицированным, получат дополнительные выплаты. На эти цели в регион уже пришли федеральные деньги – 91 миллион рублей. По поводу дополнительных выплат медицинским работникам, которые фиксируются от 25 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. Мы знаем, что уже 101 медицинский работник задействован был в оказании медицинской помощи. Такие расчеты выполнены, и средства будут доведены до медицинских организаций, которые выплатят эти стимулирующие выплаты непосредственно медицинским работникам. Многие пользователи соцсетей уверены, что они уже переболели коронавирусом. Специалисты Роспотребнадзора в ходе пресс-конференции развенчали эту теорию. Проводилась идеологическая расшифровка случаев небольничных вниманий. И то, что получали те результаты, которые подтверждали, свидетельствовало о том, что циркулировали абсолютно другие вирусы. Это были и вирусы гриппа, это были и микоплазмы, и пневмококи. На пресс-конференции обсудили серьезное сокращение плановых осмотров. Так, в соцсетях многие жалуются, что им отказывают медицинская помощь в поликлиниках. Дмитрий Попов пояснил, что профилактические приемы – это скопление людей, а значит, большой риск распространения инфекции. Тем более, уже есть заболевшие среди сотрудников частных клиник и тех, кто их посещал. Некоторую информацию расширили в части возможности проведения отдельных осмотров медицинских по допуску на работу декретированного контингента тех лиц, которые в повседневной такой работе должны выдавать допуски на работы текущие, ну, например, профессиональным водителям. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что теперь жители региона смогут платно узнать свой ковид-статус. Разрешение на проведение анализов получили 4 медучреждения края – это галате, ДНК, диагностика, здоровье и хелми. Одна из клиник готова начать свою работу уже со следующего понедельника. Валентина Аскерова, день с толком, из дома. Вот следующую сессию Краевого законодательного собрания могут провести онлайн по видеоконференции. Как пояснил председатель Комитета по правовой политике АКЗС Андрей Осипов, такой формат ненамного изменит привычную схему принятия решений. Сейчас у нас каждому депутату присвоен уникальный, скажем так, логин по фамилии. Там есть некоторые проблемы с голосованием, но проблемы какие? То есть эта программа не дает просто напрямую голосовать, как мы обычно голосуем. С использованием чата, который там встроен, каждый может прописать. Зап, против, поддержался. Еще одна комиссия определенное время, просто берут там перерыв какой-то маленький, для того, чтобы просчитать уже с чата, какие мнения депутатов. Выступить все желающие также смогут. Единственное, на что повлияет новый формат, это время. Сессии станут длиннее. Хотя эту систему уже тестируют, применять ее, скорее всего, будут только в мае. В апреле же, как сообщил Осипов, вероятно, проведут опросное голосование по нескольким проектам. Законов, которые, цитата, «не вызывают больших вопросов». Это законопроекты о курортном сборе, о налоге на самозанятых и о бюджетном процессе. Принимать их будут в два этапа. Сначала в режиме первого чтения, с обсуждением, внесением поправок, и затем уже пройдет отдельное второе чтение. Маленькой бельчанке Кате Сурковой нужна помощь. Несколько месяцев назад ей поставили диагноз саркома Юинга – опухоль Аскина. Она считается одной из самых агрессивных форм рака. В Барнауле девочки провели операцию, сдали анализы, но победить болезнь не получилось. Сейчас Катя вместе с мамой находится на лечении в Турции. Девочке назначен курс химиотерапии и по-прежнему требуется помощь неравнодушных. Давай. Что, меня снимать будешь? Да, давай. Кате Сурковой 8 лет. До декабря 2019 года обычная девчонка с косичками. Занималась хореографией, увлекалась пением. Три веселого грачика прыгали в лесу. На опуске встретили рыжую лесу. Неожиданно у Кати заболела рука. И началось. Тревожный рентген, поездка в краевую больницу, серьезная операция. Биопсия подтвердила подозрения врачей. Сейчас все высунуло. Заболела ручка у нее, обратились к врачу. То есть нас послали на снимок. Это было 27 числа, 27 декабря. Сделали рентген или снимок. И вот у нас обнаружилась эта беда. Лечение саркома Юинга возможно. И семья обратилась в московские клиники. Но ответа не получила. Когда состояние ребенка резко ухудшилось, мама, Любовь Суркова, сама начала борьбу за жизнь Кати. Нашла пациентов с подобным диагнозом, которые смогли победить рак. По их рекомендациям обратилась в клинику в Турции, которая имеет хорошие показатели по лечению саркома. Сейчас мы с Катей находимся в клинике Анадолу, город Стамбул, на лечение. Это первый этап на 16 курсов химиотерапии. По истечению 6 курсов будет назначено новое обследование. К тому времени планируется уменьшение обхоли размеренно до 10% ее остатка. И будет проведена операция. Несколько недель они находятся на лечении в Турции. И уже видны улучшения. Итоговая сумма лечения зависит от курса доллара. Нужно 68,5 тысяч. Это более 5 миллионов рублей. На продолжение химиотерапии нужно еще полтора миллиона. В фондах мы стоим на очереди. Документы пока рассматриваются. Как очередь подойдет, нам дадут знать. Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Все, кто остался неравнодушны к нашей беде. Хочу сказать вам большое спасибо. Без вас мы бы не справились. Затем, как продвигается лечение Кати, можно следить в режиме реального времени, в Инстаграме. Там же ежедневно выкладывают отчеты о перечисленных средствах. Если вы имеете возможность помочь Кате Сурковой, реквизиты вы видите на экране. Дарита Миллер, Ксения Цапкова, Иван Зяблицкий. День с толком. Давайте поможем девочке вместе. Не оставайтесь равнодушными. Но мы же продолжим выпуск. Чему научились в самоизоляции, спросили мы на днях у наших подписчиков в Инстаграм. Барнаульцы начали откликаться. Кто-то освоил сборку кубика Рубика, кто-то новое блюдо. А вот девушка из Барнаула прямо дома организовала производство так необходимых сейчас защитных масок, щитов от коронавируса. Как они выглядят и насколько эффективны, расскажет Мария Микшута. Обычная уютная комната по совместительству мастерская. Здесь в домашних условиях на 3D-принтере производят вот такие защитные маски от коронавирусной инфекции. Александра Акимова – девушка творческая. И профессия у нее необычная. Уже несколько лет она руководит детским инженерно-техническим центром. Сейчас, как и многие, на самоизоляции. Идею мастерить защитные экраны маски подсмотрела в интернете. Говорит, за рубежом эта практика уже давно не в новинку. Такие защитные щитки можно носить медикам и тем, кому неудобно ходить в маске. Для сотрудников магазинов, которые сидят на кассах, которые сидят весь день, через них происходит вот этот большой клиентопоток. Защитный экран индивидуальный, он намного удобнее, чем защитный экран на кассе стоящий, потому что бабушки заглядывают иногда, плюс слышимость плохая. Защитные экраны похожи на маску сварщика. Основу печатают на 3D-принтере. Защитный экран сделан из пленки. Преимущество такой конструкции в том, что можно не дотрагиваться до лица и глаз с грязными руками. Щиток подойдет и тем, кто носит очки. Его можно подогнать под свой размер головы. Многократно обрабатывать антисептиком и использовать много раз, в отличие от медицинских масок. И это не является неудобным. То есть оно вполне комфортно. Она легкая, она не мешает мне. Да, и я как раз все вижу вокруг. Для того, чтобы сделать одну такую конструкцию, может потребоваться от 2,5 часов и более. Готово только 4. Такие щитки планируют передавать в медучреждения бесплатно, в остальных случаях по себестоимости, которая не превышает 150 рублей. Сейчас Александра ищет единомышленников, тех, у кого есть подобный принтер и желание помогать. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». По возможности оставайтесь дома. И будьте с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...